Здравствуйте! В эфире программа «О чём говорят». Накануне ведущие педагоги страны, впрочем, не только российские, но и зарубежные, весьма дискуссионно обсуждали проблему одарённости. Тема, между прочим, весьма важная. Одарённые люди – это жемчужины государства, двигатели прогресса в техническом, культурном, социальном плане для любой страны. Поэтому весьма важен вопрос, как сохранить развитие, возможно, даже приумножить. Инициаторами встречи были Психологический институт Российской академии образования, Министерство образования и науки Самарской области и Государственная областная академия Наяновой. Дело в том, что Самарская область более 20 лет назад стала экспериментальной площадкой по раннему выявлению одарённых детей и особой методики работы с ними. А один из первопроходцев – это Марина Наянова. Она сегодня мой собеседник. Здравствуйте, Марина Венедиктовна. Спасибо большое, что пришли. Вот вообще это одно и то же – талантливый и одарённый. Ой, так много споров вокруг определений. Для меня это одно и то же. Ну, вообще-то, в принципе, очень близко. Наверное, так, да? Почти такой разницы нет. Я вот даже, знаете, взяла вот с нашей конференции сборник и так и знала, что вы мне этот вопрос задавите. Думаю, я сформулирую не сама, а так, как говорит мир учёный. Значит, одарённость – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. А одарённый ребёнок – это ребёнок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями или имеет внутренние предпосылки для них в том или ином виде деятельности. Это вот рабочая концепция 1998 года. И, значит, вот мы делали конференцию, мы авторский вуз, единственный, вот и первый, вот у нас так вот везде написано, что мы первые, занимающиеся в России одарённости, это в ту пору вот единственный. И мы сделали под нашей крышей, нашей области, Самарской, мощнейшую международную конференцию, вот эту первую. Собралось 1600 человек. Мы их собирали в оперном театре, это было очень много. Там весь цвет был собран. Много дней работа была этой конференции, очень продуктивная. И этого за дело хватило намного. Потом ещё было их несколько, но не таких масштабных. Почти на 20 лет, получается, хватило. Знаете, что происходит вот с этой темой? Она то всплывает ярко, как вот волны, то она уходит вниз. А причина в чём? Ведь одарённые дети вот по зарез нужны всегда, в любой момент. Да, это вот у нас, вы знаете, наша страна реформируется вот в теме образования все вот эти годы. Реформа образования – это свежий педагог, я вообще считаю. Да, вот это очень множество. Я думаю, что и экономики – это слёзы. Потому что именно как только идёт экономическая реформа, сразу касается образования. А у нас, видите, всё время ей прекращается. Тут такое щепетильное дело. Да. Вот, и действительно, так получается, что сначала это была волна, а потом так это выхолостили даже из этих законов. Мы даже из своего устава вынуждены были убрать эти слова. Ничего нельзя отбирать никого, нигде ничего диагностировать нельзя. Нужно вот со всеми подряд работать. Все должны быть одинаковы. Конечно. Мы это не угасали. Мы всё равно как-то искали все эти пути, потому что действительно мы родились в период перестройки, и поэтому мы только умеем, что перестраиваться на это. Сейчас уже понятно, что одарённых детей нужно пестовать. Их нужно действительно как жемчужинки. Знаете, я вот акцент поставлю. Мне очень понравилось, потому что в нашей губернии опять поднялся вопрос. И опять он касается одарённости. Потому что вообще в любом варианте каждое государство, оно заботится, естественно, о будущем. Вот у нас наша территория, это тоже маленькое государство. Вот пришёл наш губернатор Николай Иванович, и он поднял эту тему снова. Это очень хорошо. Понял по-своему, понял, как вот он это видит. Но это его право. Но он её поднял. Так что вот опять флаг в руках нашей губернии может быть. А неважно, кто занимается одарённостью. Нет, ну, чтобы грамотно занимались. Но ими могут заниматься просто, ну, все. Потому что объём настолько работы огромен. Выявить одарённого человека, это же, ну, огромная работа. Это чуткая работа внимания, требующая большого. Потому что, в общем, одарённых достаточно много. Вот такой пример. На миллион рождённых вообще много разных цифр. Ну, вот я беру такую. Значит, мне кажется, она более такая яркая. Вот на миллион рождённых один одарённый рождается. На миллион выживших одарённых... Вернее, на миллион рождённых миллион один выживает. На миллион вот выживших вот состаивается, как вот нужное общество, единица тоже один. И представляете, какие потери. И вот эти потери, это там нужно что смотреть? В крупицах. Ребёнок один явно одарён. И это легко выявить. Например, те, кто побеждает в Олимпиадах, уже, как говорится, они выросли, состоялись. Их собирают вот в такую группу. Их легко вести дальше. Хотя тут они менее, так сказать, полезны обществу. Хотя общество думает, что они полезны. Они потому что уже стандартизированы. Они уже дают продукцию в данном случае, или вот-вот они её дадут. Но с ними, конечно, надо работать очень много, много им помогать. Это такой стабильный контингент. Есть понятие скрытия и потенциальная одарённость. Да-да-да, сейчас я к ней перейду. Вот это уже явно, и вы все вынули, сделали их полезными на сегодняшний момент. А ещё есть вот та самая огромная массивность вот этого одарённого пласта, который есть, например, скрытая одарённость. Например, он совсем незаметен. Как способный к определённому виду деятельности. Потому что тоже есть технически одарённый, художественно одарённый. И потом есть просто для учебного процесса одарённый человек. И много-много других нюансов. Так это выявляется, например, в начале жизни, в середине, в конце даже. Да, есть пожилые. Это может случайно вообще выявиться? Конечно, да. Может как. Например, человек, который учился тихо-тихо, серенько-серенько, не видно-не видно, вдруг делает рывок. Откуда? Почему сложилась такая среда? У него пробилось и вышло наружу то, что у него спрятано было далеко. Поэтому среда. Нужно формировать эту среду. Без этого просто совершенно невозможно. Потом нужна такая чуткость, чтобы разглядеть, увидеть. Есть люди, которые неуютны. Есть очень неуравновешенные с психикой такой. Это не значит, что он обществу не интересен. Нет. Он может быть как раз самый одарённый. И он в чём? Это нужно, опять же, всем предметникам такое поле развернуть. Не только предметное, но и сопровождающее всяческое. И вот у нас были такие дети, которые сидят под партой. И всё. Вот пришёл, ну не может он из-под парта выйти годы. Так он пусть там и сидит. Он сам выйдет. Придёт время, когда он поймёт, что ему надо выйти. Потом он выйдет, и, допустим, он даже может быть очень полезным обществу сначала в олимпиадном профиле. Вы чётко знаете, что он сидит под партой, и он одарённый. А он оттуда отвечает. Мне когда учитель подойдёт, говорит, что мне с ним делать? Я говорю, вы задаете ему вопрос? Почему он должен как солдатик стоять? Ну неуютные, одарённые, понимаете? Ну нет вот таких. Редко вот они бывают прямо комфортные люди. Нет, они разные. Вот он там сидит, он отвечает из-под парты. Ну ответил, ответил. Хорошо. А потом он, понимаете, первые места приносит олимпиадные. Он может, например, урок сделал за пять минут, сидит, японский учит. И ещё он делает, что хочет. Он привык уже в своей среде, в своей работе. Он может быть, ну, социален. Асоциален. Асоциален, да. Он одёт не так, понимаете? Он не успевает, отстаёт в социальном развитии года на четыре даже бывает. И все думают, боже мой, да он какой... Он придурок, дети говорят, да, например. Но вот когда растут такие дети в одной среде, они так не говорят. Они уважают. У неё другая цена жизни. Проблема, знаете, ещё, Марина Дик, извини, что я вас перебиваю. Вот это хорошо, если он попал благодаря, не знаю, там, родителям или кому-то ещё в ваше учебное заведение, вы его вычислили, вычленили и создали ему благоприятную среду для взращивания этой одарённости, да? Ну, вы одни. А проблема в том, чтобы вот этих одарённых детей, основной-то поток в общеобразовательные школы идёт, да? Во всех общеобразовательных школах точно так же педагоги находили и пытались создать для них какие-то условия. Нюансы есть разные. Вот это вот самое сложное и самое главное для страны в целом. Понимаете, вот слово «одни», оно, конечно, уже не так. Сейчас у нас... Ну, я, условно говоря, да, я хочу сказать, что очень мало у нас, к сожалению, учебных заведений, да, и беда в чём, что мало педагогов, которые не просто могут этим заниматься, а самое страшное, чтобы хотели этим заниматься. Да, потому что вот это как раз кажется очень трудоёмким, и оно правда трудоёмкое. Это нужно просто, чтобы была душа такая, которая способна работать... Вы знаете, это как раз та категория людей, которая работает с отклонениями. Вот, понимаете, это очень такая выборочная категория людей. Самое главное, чтобы этого одарённого ребёнка в класс коррекции куда-нибудь не запихнули. Да всё может быть. Я же говорю, что он сначала выглядит асоциально, и всё думает, да он просто придурок, а он одарён. И получается, вот если бы эту систему... Ну, вот это же единая, как говорится, книга, это единый учебник, это коррекционный учебник. То есть вот отклонения в том или ином виде, одарённость или наоборот, сказать, патология какая-то более глубинная, они как вот соединены воедино. И поэтому здесь нужно думать. Вот пусть наша площадка, она у нас открыта, мы, пожалуйста, принимаем всегда людей, мы учим. Но это, конечно, не бездонно, да? Но это возможно. И такое есть. И к этому надо прислушиваться, и к этому надо хотеть. Но в большой системе имеется в виду общеобразовательные стандартные школи. Это сложно. И получается, что человек разрушается. А смотрите, если мы всё равно сегодня об этом не подумаем, то мы ничего не поднимем. Вот как говорят, нужны огромные вузы. Нужны. Нужны большие заводы. Нужны. Вообще глобализация – вещь хорошая. Но выживает только многообразие видов. То есть система сохраняется, когда есть её вариации. И когда есть, например, то, где такой человек себя находит, уют-приют, то общество выигрывает. Оно получает эту единицу, которую ждёт для того, чтобы в эту голову пришла идея. Идея приходит в одну голову. Вот можно, плохо работает канцелярия. Можно увеличить количество специалистов. И будет работать активнее. И большая, так сказать, документооборотность будет в этом производстве. Но если надо понять, как, например, сделать так, чтобы астероид не попал на нашу планету, здесь можно увеличивать количество работающих сколько угодно. Идея приходит в одну голову. Вот как создавался городок Новосибирский. Под идею, под голову, под человека давали институт. Давали институт. И он, сам идеолог, он делал то, что он считает нужным. Нет, понимаете, вот нет регламента, нет правила какого-то. Человек идет внутренним своим чутьем, своим творчеством. Ведь вот это и есть тоже идея и одаренность. Здесь просто, если говорить о общеобразовательной школе, мне кажется, мы все равно все зависим от педагогов. От педагогов начальной школы, от педагогов среднего звена, которые должны просто индивидуально работать с каждым своим учеником и разглядеть вот это вот в нем. Возможно, дать потом ему какой-то толчет. Вы правы. Но вот здесь не срабатывает ни педагог начальной школы, ни какой другой. А кто срабатывает? Скажу. Такому человечку, умному, объяснить правильно, четко, глубинно и сразу у него нет времени ждать, пока он повзрослеет вместе со всеми и ответ получить, когда он перейдет на следующий этап обучения. Вот у нас, и это сложно было у нас с первых классов, у нас только маэстро преподают в начальной школе. Вы же не можете к себе взять всех все равно. делать еще, оно и делается, это что ж мы одни, что мы в планете. Мы же создаваем подобное учебное заведение. Да, для такого. Большой город любой должен быть это. Для адаптации, для взращивания, наверное. Да, конечно. То есть специальные центры. Все говорят, ну хорошо, вы отбирайте, мы не отбираем. Вот насколько я понимаю, в Самаре должен появиться соответствующий образовательный центр для одаренных. Ну такие центры, я же вам говорю, такие центры есть. Во всяком случае, Николай Иванович Меркушкин поднял эту тему. Вот я с нее, у вас, говорится, начала. Раз у нас опять это поднялась волна, это очень хорошо. Когда занимаются на любом уровне, когда занимаются детьми, положительно, то это только положительный эффект. А да, и вот именно центр одаренности это традиционная вещь. Это не так, как у нас. Это традиционная вещь. Они есть в крупных городах. Отбираются такие дети по олимпиадным принципам. Они готовятся в вузы практически, чтобы там ими дальше занимались. Ну вот смотрите, это очень нужный, хороший и верный такой способ решения на этом возрастном этапе людей. Мы наиболее простые. А где потери? А вот потери до этих девяти лет. Да, он простой, он сразу коммерчески выгодный для государства. Он должен быть, пожалуйста. Это массовый. Там легко работать. Хотя тоже очень серьезно. И там это не значит, что мы его сделаем, уже есть кому там быть. Нет, это надо тоже растить людей. Это большая работа. Но она есть. Хорошо. А как потери делать? Сколько надо еще кругов, так сказать, пройти, сколько потерять детей вот за период от ноля до девятого класса, когда их уже туда отбирают. Все равно терять. Конечно. А потом дальше. Вот их отобрали. Какие условия в высшей школе? Почему мы все сделали сквозняком? Потому что нельзя, чтобы потерялся этот ребенок дальше. Он имеет свой путь взросления. И поэтому ему надо условия на протяжении всего пути. Тогда он обществу будет подарен полноценным человеком и с той отдачей, которая от него ждется. Это то, к чему нужно стремиться. Правда, не знаю, когда мы к этому придем. Но главное, на этот путь мы уже встали. Спасибо. Мне подсказывает наше время. К сожалению, подошло к концу. Все-таки я махала руками. Спасибо. Нет, ничего страшного. Спасибо. Я напоминаю, это была программа, о чем говорят. У меня в гостях была Марина Наянова, создатель университета Наянова, где растут одаренные дети. Спасибо вам большое в следующий раз.